Нормальная тринечка, да? Как хорошо, мопчик сразу в статую пошел, косты идут в статую, там ходки изредка подкидываю на статую, ну типа она на себя дамаг принимает некоторые Если ты хочешь уточнить, что у меня продамаживался, или это не сбитый каст, как бы? Это не про то, нет, нет, я про то, как блин на видосах хилы и другие, в том числе, они блин, ну стоп дамажив, и почти не хилят, но стоп дамаживаются Привет, ты, я статую не могу видеть, потому что ее во фреймах нет, мне надо ее брать фокус, ты говори, если ее ставишь, я подобраю Я понял, понял Не, просто так типа ходку кинул и все, и пусть она стоит Ей много это не надо, у нее хп половинка от моего 100к Всем привет, с вами Прия, начнем рассматривать с вами золотую жилу Данж весьма богатый по трэшу, да и боссов, в принципе, не маленькое количество Но, в принципе, все пройдется относительно легко Итак, что нам нужно знать? Мобы, кастеры, которые по своей структуре имеют каст, называющийся ледяной пылью Его просто-напросто нужно сбивать, дабы человек не ушел в 6-секундный стан Также будут подпуливаться изредка большие мобчики Которых вы сейчас можете увидеть, они будут кастовать вдыхание паров Нам обязательно нужно его сбивать Также, если все же они успели кастануть его И на них повешается все-таки дебаф, увеличивающий их дамаг Он считается иступлением Какой-либо друид, находящийся с вами в группе Может снять этот дебаф для нас Баф для моба Одним нажатием кнопки умиротворения Трэш спокойно проходится Абсолютно ничего тяжелого Кикаются кастики Какие-либо сильные АОЕ-шки Сбиваются станами Касательно механожакеев Есть вариант о том, что намного лучше сделать так Чтобы они заходили в големов С целью большего набора процентов Решение в принципе уже за вами Да и решение в принципе за вами Чистить ли весь этот трэш Который идет к первому боссу Либо же пройти его Под одни спотами Под массовым стелсом от разбойника Либо через смерть и последующий батл рез Голем будет подвержен зараженному или нет Хочешь проверить? Сейчас проверить Нет, но мы же его будем пулить по-любому Сейчас вот подожди, интересно Так, вот я его пулю А, он не сядет, потому что мы ему паралич дали Все Там, наверное, еще кританул Скорее всего, быстрее Просто каких-то цент Музыка такая, знаете, загадочная Типа, заставляющая задуматься Нормально как раз для прохождения инста Классическая музыка инста Подходит Бессмертная музыка инстаг naught Музыка инстагии Класс può достать Без проблем Без проблем ерпrav макросом самым обычным камера игровая отдаляется по моему видосик был на ютубе я думаю до сих пор это команду еще работает тройник как вариант может получится все кайфово на самом деле мамбы тупые статуи зачем-то бьют зачем вообще непонятно а статуи вообще не жалко ее берешь ставишь чем пусть садится или чё делает да он кстати идет полетели два порта аккуратно играем а чё-то у мопса сапнул хочешь его скулить тоже что лечо про уже день вечер я уже с учебой пришел вообще-то умничка самосовершенствоваться происходит пол босса босс крайне простой при себе имеет несколько способностей статический импульс способность отталкивающая от босса наносящий урон абсолютно всем игрокам участвующим в бою электрический коготь босс разворачивается в случайную сторону возможно даже не развернется останется смотреть на танка кастанет небольшой клифф из него просто-напросто нужно выйти также футбольные мячи будут падать на платформу и каждый закинутый мячик увеличивает дамаг по боссу ну и бросок монет еще будет делаться это китающиеся войт зоны которым мы никак не восприимчивы и босс в принципе тоже никак не восприимчив но он будет их всасывать если будет находиться рядом с ними в момент своего коста поэтому как только на спавнились эти монетки мы сразу же отводим босса потому что абсолютно ни к чему давать ему увеличенный дамаг то есть закидывая мячики мы увеличиваем по нему получаемый дамаг а если он будет всасывать монеты то он будет увеличивать наносимый дамаг исходящий это делать абсолютно ни к чему повторив эти цикличные действия убил перевести с точки в другую точку очень легко за танком он 390 зекас 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 лот чекай ну видимо да потому что они уйдут базовые 370 за их не смогли убить босса чтоли это зекас слева н zwischen ночью спали ну в 9 часа вечера типа по москве у нее 20 центов у босса было не но они часов до 12 сидели так то как Ну да, потом смотрим, что... Будут бомбочки еще кидаться, периодически некоторые мопцы будут делать каст, называемый последний заряд. На малом количестве хп моп подрывает себя и выпускает из себя 4 бомбочки. Самое главное, либо убить этого мопца, успеть до взрыва, до окончания этого каста, либо уже просто-напросто отойти и все. Этот? Нет, другой. Я вообще в этой пати смарт-гол, это не знаю только сэмпла и бредхантера, вообще не знаю, кто такой смарт-гол. А через неделю он вообще будет 15-м на изи проноситься. Он, типа, он же не давно начал играть. Но мне, типа, писал, говорить не хочешь, типа, есть один слот, пушить весь контент. Я что-то посорял у него, рейтинга была 0, я такой, нет, спасибо. А он тупо взял и вырвался. Не поверил в пацана. Фигня, все, главное танк и дамагер, а. А все и гулядел говорит, когда он осознает. Нет, главное танк, типа, все зависит от пулов. Но, типа, пулы зависят от ДПС. Не, ну знающий танк, это вообще, походочко. Отбежим, там, суицид. Более. Ну, ёбанок, кишка. Как переагрит. Ты не видел, что они уже запулены? Нет, я уже вперед полетел. На ципалете. Тем более, в 9-м мы их пулили, наверное. Но, зато мы не пулили правых мопцов. И правых тоже пулили, насколько я помню. Ну, нет. Ну, сейчас посмотрим, мы треугольник пациентам. Может, что-нибудь скипнем даже. Мопцы, големы. Не имеют при себе каких-либо особо опасных способностей в виде маленьких. А вот большие уже чуточку поинтереснее. Большой мопчик будет кастовать ауешку, которая подобна на боссе. Но на треше можно сбить обычным киком каста или станом. А на боссе ауешка сбивается только станом. Также мобы на треше будут вешать на себя щиток. Через этот щиток каст сбить нельзя. Хотя станом, по-моему, все-таки можно. Сбиваем касты, спокойно убиваем этот треш. Ну, там и хилит нас. Последний пак перед вторым боссом представляет из себя некоторое количество мопцов. В них присутствует танк, который будет перенаправлять на себя абсолютно весь дамаг. В текущий момент он кастует каст укрытия. Он режет дамаг на какой-то процент. И какой-то процент дамага с остальных мопцов перенаправляет на себя. Не особо приятная вещь, но в принципе не особо как-либо влияющая на прохождение подземелья. И самое главное, эта вещь нас не убивает. Что нас не убивает, делает нас сильнее. Не забываем сбивать щит земли. И подходим к боссу уже. 5к в гб. Что за такой приходит, бац, там лямов 10 уже лежит, такой, о, это откуда? Резать, резать его я тут. Кастую. Сейчас смотрите на доту на себе. А если много стаков, сейв, хп-под, медведь и так далее. Медведь особенно мне понравился. Я тоже не знаю. Сейчас я узнал медведя. А в кошечку можно? Если хочешь, да. Заводи кошечку. Кулем боссом. Слева, конечно, стояло два тотема. Это аналогичные ловушки, как были в нижней части каражана на морозе с целью контроля мобов. Но мы просто-напросто это игнорим. Сводим абсолютно всех мобцов под босса. В момент старта коста дается им от меня масс-стан. И они становятся опять манекенчиками, которые просто-напросто кайтятся и убиваются. Очень простой босс. Самое главное отходить от кливов, когда босс разворачивается в какую-либо сторону. Ну и отталкиванием его не улететь. За пределы платформы самое главное. Наипростейший босс. Не думаю, что он требует большого зацикливания и объяснения тактики. Боссы играйте, ярость не убьем тогда, когда он в синеву превратится. По нему дамаг будет получаем и увеличен. Каст называется усиление азеритом. Это верно. В тот момент, когда этот кастик кидается, дамаг у моба возрастает на 50%. А это может быть критично, так как мобка стоит ауешечку. А если он начнет ее каст в момент получения этого бафа-дебафа, то все будет крайне грустно для группы. Но при этом по нему увеличивается получаемый дамаг, по-моему, на 150%. Но в любом случае он увеличивается и продамагать мобса становится намного проще. Можете немножко разминать моба, а в момент, когда он посинеет, усилится азеритом, просто-напросто убить или заэкзекутать его. Босс умер, спускаемся на вагонетки. Не забудьте, что мины, лежащие на этом пути, являются негативными для нас объектами. Это не текстуры, не стоит... Не подскажу насчет этого. Техподдержку надо писать по-хорошему. Следим за зараженным. Внимательно выпуливаем те паки, которые нам нужны. Лаборанты делают каст. Сыворотку трансформации. Ее нужно сбивать, само собой. Потому что мало того, что мобчик этот гоблин отхиливается на фул, так он еще и превращается в амебу, которая при своей смерти ауешнет по блистающим игрокам. Получать лишний урон нам, в принципе, ни к чему. Поэтому благополучно сбиваем касты и убиваем этих мопцов. Клинок эхо, каст от тролля, направленный таргетно по танку. Все, что нужно сделать танку, это отвернуться в какую-либо стеночку, чтобы дамагеры, хилы, стоящие на его пути, сзади, сбоку, не получили дебаф от немоты. Через бой выйдет. Кресту позбиваем. Вот сейчас будет крайне опасный и весьма интересный пул. Я надеюсь, вы его оцените и что-то полезное для себя извлечу. Вот так, вот так вот. И по своему таргету пулю гения отведу, подведу. Отведите его, киньте корни на комагра. Кинул корни. Худел он, конечно, кастует, стоит. Хиль меня. Ну да ладно. Что нам было? Какие-то постройки, нефтяные башни у них тут, ну... Что-то качают, там азерит, производят какой-то... Ага, вон, ну, там. Побегаю. Также мапцы тролли имеют при себе не особо приятную механику отталкивания. Каст называется силовая пушка. Они разворачиваются в рандомную цель, кастуют ее и при этом отталкивают. Будьте осторожны, не спойте каких-либо лишних мапцов. Что, у вас стоит пулем? Да-да. Мало мапцов, на самом деле, зараженных мы встретили по всему пути. Я могу так сказать, штук, наверное, сколько? Ну, 9, может, 10. Тебе для такого обширного инста, я думаю, это вообще очень мало. Ну, они, наверное, специально сделали это так, чтобы туда кто-то ходил. Ну, тут жалко, пухи не падают для меня. Или падает. Нет. Пьё, 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 пьё. Сейчас, можно. Геру дам. 4, 3, 2, 1. Продолжение следует... Продолжение следует... Босс имеет при себе на самом деле весьма мало способностей, кидается магический дот, который просто-напросто дисплейлится, выплевывается азерит на землю. Периодически босс будет делать выброс сжатого газа, примерно так этот газ называется, и дуть мобец босс этот будет в направлении какого-либо игрока. Поэтому заранее встаньте у азерита. Крайне легкий босс. Идем дальше. Ты снимите себя. Прием тебе две. Продолжение, они отшипают там две секунды. Так, я полетел. Ну а тут принимается скипнуть абсолютно весь трэш решения. Я бегу вперед, все остальные за мной. Кто-то умирает, кто-то живет. Друиды просто-напросто нажмут свою расовую способность. Shadow Melt. Вот и все. В дальнейшем один из... Кто-то такая... Сел. Сижу, сижу, сижу. Все. Забавный артиллерист, ну лук. Покушаем давайте. Да, можно. Торопри, я больше комментируй. Да, окей. Эд я умею. Отсчет. Торопри, три, два, один. К звезде. Угу, ставим тут же звезда. Ну а последний босс уже более интересен по механике, так как он двухфазовый и наличие способностей у него побольше. Пулеметный обстрел делается обстрел по кругу на 360 градусов, и все, что нам нужно делать, это просто отходить от него. Также будут летать два бумбота, которые очень похожи на голову Мемирона, и они вырисовывают некоторые линии по направлению своего взгляда. Поэтому нам нужно встать так, чтобы они нас не обстреляли и выявить с этого некую сейв-зону. В тот момент, когда босс взлетает в воздух, это случится примерно к половине хп, заспавнится шпили, и на каких-либо игроков будет висеть стрелочка. Что нужно делать с этими столбами и с этой стрелочкой? Мягко говоря, насадить босса на одну из... на один из столбов. Вот так вот. То есть человек со стрелочкой должен... Да и вообще, в принципе, абсолютно любой человек, участник группы, должен заранее уже стоять рядом со столбиком, чтобы не было такой ситуации, что столбик на одном углу платформы, а в итоге игрок вообще на другой. Можно снять одним столбом, можно двумя, а можно тремя. У меня же получилось снять одним столбиком абсолютно все сейчас, все три его баффа щитка. Как это случилось? Ну, есть предположение, что мобы, стоящие рядом со столбом в момент удара по столбу от стрелочки по игроку, также снимают баф-дебаф с босса. Ну, а в момент, когда щитки сбиты, повторяется первая фаза. Цикличный бой. Все крайне просто. Желаю вам удачи в прохождении этого подземелья, счастья, здоровья. Берегите ноги. Считается ударом для снятия щита. А-а, понял, правильно. Кому перчи? КОНЕЦ